Саша Попов Здравствуйте! Привет, Бурятия! Привет от белорусского хлопца! Ну, во-первых, своя передача, это моя авторская передача, я обычно спрашиваю ее о корнях, где родились, о семье. Я уже видел, я за вами наблюдаю на просторах, то есть ваша передача выходит в Бурятии, видел на телевидении, также она есть на просторах интернета. Поэтому я видел, что вы снимали недавно мою подругу Аниту Цой, с которой я дружу 18 лет, вот, и как бы я уже знаком с вашим творчеством, знаком с вами как с телеведущим. Я сам из Беларуси родом, родился в Могилевской области, в маленьком городке, то есть поселок такого городского типа, Глузг. Вот, обычный деревенский пацан я, вот, сорванец, хулиган, видно, видно, да? Но в шоу-бизнесе по-другому никак. И во сколько лет вы начали вообще заниматься творчеством? О, ну, с детского садика. Я всегда был в таком, знаете, повышенном, ну, к себе требовал повышенного внимания, чтобы на меня все обратили внимание. Я не такой, как был, ну, не такой, как все был. У меня постоянно были белые носки, все ходили в дырявых черных носках в садик. У меня сестра старше всегда белые кроссовочки, всегда я был чистым и опрятным. То есть она говорила, ты будешь артистом. Вот, ну, вот, что выросло, то выросло. С детства. От кого это? От матери или от... У меня дед был, дедушка был в Белоруссии известным гармонистом. Наверное, он был самым богатым таким конюхом, который по вечерам и по выходным дням наигрывал свадьбы на гармошке. Между прочим, я умею играть на баяне, гармошке, ну, и, соответственно, у меня два высших образования, я играю на фортепиано. Вот, а вот гены, наверное, все-таки дедушки. Дедушки, наверное, просто так не может быть. Ну, гены пальцем не задавишь, да. Семья, сколько детей? У нас многодетная семья, у нас четверо детей, вот. Я не младший, я предпоследний, ну, такое чудо-юдо выродилось. Сестра, брат, да? Да, две сестры, одна живет в Краснодаре, другая живет в Белоруссии, там у мамы. Брат младший живет в Польше, в Европе, а я, вот, соответственно, в Москве. И они тоже творческие натуры. Вообще, все, вообще, я говорю, я где-то, знаете, вот, я какой-то такой, знаете, вот, не от мира всего такое чудо родилось в деда. В деда, да? В деда, в деда. А деревня Вашая? У нас поселок городского типа, Глуск такой есть, около Бобруйска, вот, и поэтому у меня все задатки такого, знаете, торгаша такого. Я люблю ходить на рынки, мы постоянно, родители нас постоянно брали на рынки, там, одежду покупали, фрукты, картошку, там, вот, я умею классно торговаться. У бряки не были, да? Ни разу? Нет, вы знаете, у Вас есть много таких музыкальных инструментов, национальных, вот, мы с Вами до записи разговаривали про это. Я там слышал о Вашей, о Вашей родине очень много, и, как бы, у меня даже была в детстве игрушка, бурятская кукла. Кто-то маме ее подарил, и потом ее и нос разбили, потому что она была из фарфора сделана. Мне так было ее жалко. Про турбомоту, это, вы в каком году приехали в Беларусь? Турбомода, я приехал сюда, мы записали альбом с Димой Кахановским, я все-таки считаю, что это человек, который дал мне большой толчок в Москве. Ну, и, соответственно, помогла во многом мне и Анита Цой, потому что она первые концерты, когда мне приходилось как-то зацепиться, закрепиться, она брала меня с собой на разогрев. В казино, там, в города, я помню, там какие-то я ездил с Анитой Цой. С Анитой Цой? Да. Ой, в Беларуси, это долгая история, это очень интересная история. Ну, то есть, мы два таких активных, таких вулкана, но не могли не встретиться в этой жизни. Все, наверное, вот свыше. Мы должны были встретиться, и вот нашу дружбу мы несем уже 18 лет. Вот так. И ценим, и берегем, пытаемся сберечь ее, потому что она, ну, для нас очень ценна. А Турбомода, она просто мне поступила предложение спеть песни и, как бы, записать альбом. Как-то все случайно получилось. Хотя я говорю, случайности не случайны. Вот. Честно вам скажу, я свою жизнь вижу во снах наперед. Я об этом просто никому не говорю. Я знаю, что будет дальше. Я знаю, как, какой дорога меня поведет, какой нужно обойти, в какую нужно свернуть. Ну, вот я такой человек. Я рыба по гороскопу. Я не знаю, верите вы или не верите во все эти. Вот. Но я, конечно, немножко вечер-вечерок, но не настолько, но в гороскоп я верю. Ну, я просто могу предчувствовать, просто у меня вот есть такая жилка такая в жизни. Так бывает, бывает. Да, да. У меня тоже иногда было. Когда-то это было, что я на сцене выступаю, познакомился с известными людьми. Потом я познакомился с Пелениагра, потом с Резником. И получилось, что мы даже в Москве делали с Резником концерт. Ну, я надеюсь, что я к вам и в Бурятию как-нибудь, я не знаю, там надо, надо приехать. Но все-таки я с удовольствием приеду и повеселю вас. И даже, возможно, спою вашу песню. Я знаю, что вы пишете очень много песен. И, возможно, я на таком красивом языке, на котором поздоровался наш замечательный телеведущий, спою что-нибудь этакое, интересное. Ну, я надеюсь, спою, потому что он интересный, но сложный мне показалось. Нет? Ничего сложного. Ничего сложного? Значит, я вас буду белорусскому учить, а вы меня будете бурятскому учить. Учить, как бы, легко и закалить. Серьезно? Это почему? Образование у меня такое. Ну, вот, видите, а я вот... А песня это хобби у меня. Хобби, да? Да, хобби. Чисто хобби. Который превратил тебя в работу. А для меня песня это жизнь. А насчет, вот, вы выступали вместе с дуэтом с Булановой? С Танечкой Булановой выступали, пели, записали песню. Очень песня хорошо пошла в народ. Называется «Вбил себе в голову» песня. Вот. У меня, помимо Булановой, есть дуэты с Натальей Гулькиной. Это экс-салистка группы «Мираж». С Наташей Фриске, это Жанна Фриске, сестра, мы записали три песни, очень такие интересные, удачливые. Ну, я такой человек, я не могу обойтись, не обойтись без слухов, скандалов, интриг, расследований. То есть, ну, вот я вот такой вот. Почему-то мне всех всюду приписывают. Спасибо же вам. Раздвигаются глаза, раздеваются люди. Почему-то где-то там стучит внутри. От тебя сейчас ничего не убудет. Просто лишний раз на меня посмотри. Супер прочный, как металл, никогда не сдавался. Супер будет, если ты выбираешь меня. И в способностях своих я не сомневался. Знаешь, будет только так, и ни шагу назад. Я запоминаю тебя, запоминаю. Взглядом своим тебя раздеваю. Я вбил с тебя в голову, что люблю тебя. Вбил с тебя в голову раз и навсегда. И мне не важно, что мне говорят. Ведь я как снаряд. Вбил с тебя в голову и шагу назад. Ты не можешь быть одна, и твои увлечения для меня не по зубам. Решай сама. Все же дай ты мне шанс. И без ошаления. Это время для твоих. История про нас. Ты запоминаешь меня, запоминаешь. Взглядом своим меня раздеваешь. Я вбил с тебя в голову, что люблю тебя. Вбил с тебя в голову раз и навсегда. И мне не важно, что мне говорят. Ведь я как снаряд. Вбил с тебя в голову и шагу назад. А вот насчет ваших песен, кто пишет? Сейчас я со многими авторами сотрудничаю. Где-то пишу сам я. Пишет меня девочка, которая сейчас, моя землячка из Беларуси, Анастасия Марчук. Она живет в Америке сейчас. Все хиты, которые последние. Я хочу жениться. Доброе утро, малыш. Ну, очень много песен. Ты веришь мне зря. Я там написала именно Настя. Она живет в Америке. Также я сотрудничаю с автором Алексеем Вороновым, продюсером группы «Краски». Он же автор музыки слов всех песен. Вот. Лариса Рубальска. Я пою там пять, наверное, песен ее. Она мне абсолютно подарила. Евгения Чалышев, Иван Луценко. Ну, на ее слова писали разные авторы. Тоже белорусские. Как-то у меня почему-то в жизни получается сотрудничать по музыке. И с белорусами. А по словам с россиянами, либо американцами. Вот так. Ну, такая вот интересная жизнь у меня. В Америке были? Два раза. Это было в 90-х каком-то году. Поступали, да? Очень давно. Дискотеки 90-х. Да. Ну, там не было немножко другое какое-то интересное. И очень вкусное мороженое. То, что мне запомнилось. Вот так, да. Больше я ничего не помню. Очень долго лететь. Да, да. В 15 часов, по-моему, да? Да. Ваша мечта? А кто ж вам скажет правду? Моя мечта, она вот здесь. И знаете, как говорится, хочешь нас смешить Бога, расскажи о своих планах. Кто ж говорит о мечте? Мечта у меня... Ну, они вот, она вся сбывается. Однажды я мальчиком мечтал спеть с Таней Буановой, потому что я слушал, перематывал карандашом кассеты и слушал ее песню «До дыр». Вот. Она сбылась. Я мечтал петь песню Ларисы Рубальской. Для меня это было вообще что-то такое, знаете, вот человек просто космос. Мечта сбылась. Я мечтал переехать в Москву. Мечта сбылась. Я мечтал познакомиться с Анитой Цой. Мечта сбылась. Я мечтал иметь собаку и свой частный дом в ближайшем Подмосковье и переехать в Россию. Мечта сбылась. Ну, вот, поэтому я пока что, то, что я мечтаю, пока сейчас немножечко... О собаках. Овчарка немецкая, да. Джина, Джина, вообще люблю ее больше жизни. Просто вот умнейшая собака, умнейшая порода. Стучу по дереву. Вот. Я очень люблю животных и я такой папка-папка. Большие концерты, когда будут в Москве? Ой, на самом деле они периодически бывают, большие концерты, но не так часто, как хотелось бы и как раньше. В основном это солянки, дискотеки 90-е. Пандемия, да? Да, пандемия дала о себе знать. В основном это солянки, то есть, как бы, так называемые сборные концерты, где участвует много звезд российской эстрады, не только. Песни 80-х, 90-х, да? Самая любимая моя песня, которую пою. Я хочу жениться, мама, я хочу жениться. Вот из моего репертуара самая классная песня. Я вот предлагаю познакомить с этой песней ваших земляков, потому что песня классная. Там элементы и немножко востока есть, и народные, и такого, знаете, вот такого вот славянского, открытого, душевного такого вот формата. Я думаю, что ваши телезрители, я думаю, заценят ее, потому что песня настолько проста, вот, и я хочу, чтобы она в Бурятии немножко зажигала свадебные фрагменты того или иного мероприятия, вашей свадьбы или там вашего праздника, потому что песня реально, она классная. Я прошу тебя, мне дай обещание любить всегда. Жизни всякой может быть, то огонь, то вода. Что ты делаешь со мной, ой, пьяный я, без вина, на вопрос мой простой прошу, ответь мне, да? Я хочу жениться, мама, я хочу жениться, отстудить шальную голову и остепениться. Я хочу жениться, мама, я хочу жениться, отстудить шальную голову и остепениться. Я хочу жениться, мама, я хочу жениться. Драники, белорусские драники, что я могу любить? Да, недавно я видел это, как раз в Инстаграме. Мои драники производят фурор. Уважаемые буряты, или как правильно сказать? Да, буряты. Буряты, уважаемые буряты, приезжайте ко мне в гости. Я такие вам офигенные драники приготовлю, да со сметанкой, да со скварками, да на таком вот подсолнечном, таком выжатом свежем масле. Ой, это просто вот, была программа в России, званный ужин, мои белорусские драники выиграли и игру, и суперигру, и я был самым лучшим, потому что белорусские драники, это вкусно. Но кто-то мне обещал сегодня бурятской кухней накормить. Обязательно. Бурятские бузы будут. Что будет? Бузы. Бузы. Бузы, хочу бурятских буз. Все, я готов. А я недавно видел это в инстаграме, а нет ты, когда у нее день рождения был, вы подарили драники. Я пришел в кастрюле драника, ну а чем я ее могу удивить? Да, лучшего друга. Да, доход-то было кушать. А почему вы не приехали на день рождения? Она звала всех друзей, и все были рядышком. Я пришел как, ну а чем удивлять, парфюмом, я не знаю, там, ложками-матрешками, но это мне кажется неинтересно, поэтому я как истинный белорус, и я горжусь, что я белорус, я притарабанил ей кастрюли драников. Ушли сразу в лед все. Да, она там писала это. Писала? Телую кастрюлю подали. И сметана, да, была. Драники со сметанкой. Хотелось бы увидеть Байкал. Вы знаете, есть примета, когда Байкал замерзает, встать на колени и поцеловать его. Ну у нас так говорят, по крайней мере, в шоу-бизнесе, кто вот не ездит, вот говорят, желания исполняются. Очень хотелось бы увидеть Байкал. Очень хотелось бы увидеть. Возьмите меня в чемодан, я с вами улечу. Окей. Вот такие мы веселые здесь сегодня. Сейчас холодно, летом наверное. Так я же говорю, чтобы замерзло, чтобы там это, он же замерзает, Байкал, блюд. Вот наши все звезды говорят, надо на колени стоять, поцеловать, загадать желание, оно обязательно сбудется. Я хоть на голову там стану, главное, чтобы оно сбылось. Кроме я была, но вы вот это, а в шоу видите еще? Друзья что ли? Мужчинами, друзьями. Кем дружите? Ой, вы знаете, с мужчинами приходится очень мало дружить, потому что мужчины, я более того скажу, что они сейчас хуже женщин, мужчины. И бывает, что они гораздо более завидуют, чем девушка, например, там девушки, да. Поэтому мне как-то удается дружить больше с девчонками, вот. Потому что в шоу-бизнесе мужчины с ними сложновато. Сплетни, интриги, скандалы, истерия постоянно. Я дворовой деревенский пацан, мне надо, понимаете, вот здесь прямо и сейчас, там, знаете, кому-то в лоб дать, кому-то в глаз дать. Я люблю вот конкретику, я не люблю этого, на-на-на-на-на-на-на, кто-то кому-то сказал, кто-то кому-то там сплетни, кто-то вот. Это не моя тема. Я вот лучше с девчонками. У меня девчонки, вот, это, 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 это круто! А вы в деревне жили, вот, сено косить умеете? Я могу косить сено, я могу его переворачивать, подсушивать, я могу утрамбовывать сено. Нас дед загонял там вот в хлев, так называемый, где сено сушится. Мы прыгали на нем, чтобы оно утрамбовывалось. Офигенно спать летом на сеновале. Птички поют утром, я не знаю, там, дождь там моросит, например, да, в крышу, а ты спишь на сеновале. О, это кайф! Умею косить, умею полоть картошку, умею окучивать, умею с плугом ходить за лошадью. Я умею все. А корову подоить? Вот корова мне не далась, честно скажу, мы пытались, бабушка была, царство небесное, заболела, и мне некому было корову подоить. Мы, я, мы, что-то мы только не придумали, и косынку мне одевали, вот, потому что, ну, она просто такая, ну, корова, она же умное животное, несмотря на то, что она рогатая, такая, знаете, бодатая, вот. Вот, не подпустила, потому что, может, она чувствовала, что вот это не хозяйка, пришла соседка, подоила корову, вот, единственное, чего я не умею делать, это доить корову. А на лошадях соседняя деревня. Что, кататься? Да. Ну, на лошадях нет, я такой, я, 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 я боюсь, кстати, я боюсь очень лошадей, вот, Анита, она очень любит лошадей, а я, вот, например, боюсь, и мне кажется, что лошадь, она тоже чувствует, когда, вот, я очень боюсь животных, честно, я их очень люблю, но я очень боюсь, вот, у меня есть страх такой, вот. У Аниты есть, это хатушо, бурят монгольская, бурят монгольская, бурят монгольская, откуда, а, на, эти вот щенки, что она взлода, ей подарили, это уже давно, лет 10, наверное, это хамбалама, уддикам монастырей, это тоша, который, тоха, который, тоша, хорошо, это такая, большая, да, 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 сейчас у нее появился еще 2 щенка, я видел, как она их выбирала, да, у меня немецкая овчарка, но я, к сожалению, немножко, у меня с детства, вот, были немцы, у родителей, и они, вот, как бы, у нас был такой несчастный случай, нас пытались ограбить, и у нас немецкая овчарка, вот, как бы, предотвратила этот грабеж, как бы, настолько, вот, она умная была, и вот, и помогла нам слабить воришек, так называемых, соседей, которые жили в соседнем дворе, там, вот, был такой, и вот, у меня после того момента, вот, только немецкая овчарка. А родителей? Я богатый человек, я говорю, в жизни, я очень богатый человек в жизни, знаете, почему? Потому что у меня родители все живы, и я могу сказать, что я богатейший человек, слава богу, все живы, здоровы. Час вы явите? Три года назад я был в Беларуси, но мама чаще приезжает сюда, в Россию, в Россию, у меня мама такая боевая, такая, вот, так вот, яблоко от яблони недалеко катится, вот, посмотрите на меня, вот, просто. Белорусскими блюдами приезжает, да? Да, все, да, все, да, когда приезжает моя мама, ко мне никто не приходит в гости, потому что, если ты ко мне пришел, от меня только все выползают. Ну, сколько лет-то вы? Мне? Нет, родителям. Моя мама с 55-го года, а вот мне вот 41, вот, 3-го марта был, вот, ну, вот, я уже такой, взрослый такой мужик. Ну, наша, наша, наша звезда, тоже бревская, Чингис Ли, тоже 81-го года. 81-го, ну, такой худенький, маленький, а я, он здоровый мужик такой, знаете, он. А с ним как вы познакомились? В социальных сетях и, соответственно, непосредственно на концерте в Кремле у Аниты Цой, да, как-то вот мы уже, как-то он подошел, как, ко мне начали подходить поклонники, фотографироваться. Я смотрю, там подошел Чингис и сказал, говорит, вот, мы с тобой в социальных сетях общаемся, типа, привет-привет, коллега, там, сюда-сюда. Мне очень нравится, как он работает, выступает на сцене, у него образ красивый такой, костюмы классные, то есть он умеет зажигать. Только единственное, что я его отругаю, нельзя петь песни Стаса Михайлова, надо петь свои песни, либо этого человека, надо петь авторские песни. Правильно? Да, правильно, правильно. Да, артист должен быть артистом со своим репертуаром, хотя я тоже иногда грешу, там, пою, там, чьи-то песни, но это бывает на закрытых каких-то корпоративах, там, там, когда выходишь на большую эстраду, конечно, надо раскручивать себя своими песнями, чтобы ты ассоциировался, чтобы за тобой повторять. Да, все свое должно быть. Да, да, да. А так он очень талантливый парень, очень, очень фактурный, очень интересный, у него энергетика чистая, такой классный. Мне нравится с ним общаться, дружить, и я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы споем даже дуэтом. Ему скажут, передайте, передайте. В действующем увлекались? Вообще, я готовился в спорт, меня готовили в большой спорт, и у меня были травмы с ногами, соответственно, как, наверное, большой спорт, это большие травмы, и я не пошел по этому. Какой вид спорт? Легкая атлетика, легкая атлетика, да, я очень хорошо бегал на спринт, короткие дистанции, но на длинные дистанции мне как-то не удавалось, потому что дыхалка у меня все-таки, она, наверное, все-таки вокальная дыхалка у меня, но не для длинной дистанции, поэтому я все-таки шел на спринт. Я очень угадывал хорошо старт, я очень был выносливым в этом отношении, я коротышка, невысокого родства, но ноги у меня крепкие от природы, такие вот, ну, немножко сейчас вот уже с возрастом болят, не шашнадцать мне уже, побаливает. Еще молодой. Да, да, но все равно, да, спорт дает о себе знать, вот так. Ну ладно, я в конце нашей передачи, я хочу пожелать тебе успехов, еще больших успехов на эстраде, и спеть хорошие, чтобы попадались хорошие песни, уже, уже, ты говоришь, уже, уже старинно, уже не молодые. Нет, ну, я же говорю, нормально все. Когда, получается, сперва такие песни, у молодости, да, которые такие эстрадные, а потом маленько уже, надо переходить, наверное, на такие, которые более-менее осмысленные песни, да? Ну, нет, я Кобзоном не смогу быть, у меня в жизни, в душах, мне кажется, у меня будет 90 лет, я буду все тем же попрыгунчиком, мальчиком, гэ-гэй, ла-ла-лей, буду скакать, веселиться и улыбаться. Ну, я такой по жизни человек, вот у меня вот внутри такое вот, поэтому спасибо за пожелание, я желаю всем вашим телезрителям улыбок, здоровья самое главное, берегите друг друга, любите, будьте любимы, вот, размножайтесь, уважайте, цените, берегите и любите. Еще раз, любви, любви, любви вам всем, бурята! Да, я тебе желаю, чтобы родители еще долго-долго жили, чтобы с братьями, сестрами, семье, чтобы было хорошо, главное здоровье и успехов в творчестве. Спасибо! На этом мы закончили наше интервью. Почему? Потому что я хочу попробовать вашу национальную кухню. Ну, а сегодня у нас в гостях, я, я, я в гостях, получается, в Москве, да? Да, ну, а я у вас, ну, это представительство в Бурятии, мы находимся сейчас, представительство в Бурятии, мы сегодня встретились. И еще раз я хочу вам напомнить, это супер-везда российской эстрады, Саша Попов. Папов, пока-пока! Асим утром, бай-стай! Бай-стай! Прости, не сберегли, не отогрела любовь. Такое дело Прости, не позвонила, не сказала. Теперь, теперь совсем другой ты стала. И солнца луч коснется наших глаз, Как будто в первый раз Я позову с собой, Но ты меня не слушай. И пусть шумит осенний лес, Срываясь до небес, Лис твой своей маня, Но ты меня не слушай. И пусть Печальный дождь стучит по крышам, Любовь У нас не вышла. Прости, bak se К Печальный дождь стучит по крышам, Бай-стай, 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 Бай-стай. Шумит осенний лес, срываясь до небес. Лист твой своей маня, но ты меня не слушай. Прости за то, что сразу не открылся. Мне жаль, поторопимся. Прости, не дождались, недолюбила. Прости, прости за все, что с нами было. И солнца луч коснется наших глаз, Как будто в первый раз я позову с собой, Но ты меня не слушай. Пусть шумит осенний лес, срываясь до небес. Лист твой своей маня, но ты меня не слушай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова